МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней в студии Тимур Бекморзин. Великую, не побоюсь этого слова, победу подарили нам наши хоккеисты. Акбар снова обладатель Кубка Гагарина, или, как у нас его окрестили, Кубка Татарина. Наши ребята настоящие герои, а Зинутулла Хайдарович просто волшебник. Акбар с ЦСКА, 4-1 в серии. И очень приятно, что решающую игру хоккеисты Казани выиграли на родном льду. Давайте еще раз помним и заново переживем эти захватывающие эмоции. Эти слегка подзабытые мгновения чемпионства Акбарса. Именно на этой арене были первые две победы. После этого команда Белелединова медленно, но верно шла к своему новому триумфу. Вот на такой победной ноте хоккеисты Казанского Акбарса одержали победу. Уже третью своей историей в юбилейном сезоне сделали болельщикам настоящий подарок. А Данис Зарипов, кстати, к слову, стал уже пятикратным обладателем этого трофея, с чем мы всех, собственно, и поздравляем. Вот они победители. Тогда, как и сейчас, сердцем команды был Данис Зарипов. Пять побед за десять сезонов. Вряд ли кто-то в ближайшие годы сможет приблизиться к легенде. Без разницы. Всегда, каждый год выходим на работу с одной целью только. Завоевать самые высокие места. Вратарь в плей-офф это больше, чем половина команды. Наш воспитник Эмиль Гарипов доказал всем, он лучший вратарь чемпионской команды. В этом нелегком пути было много преград. Победа много значила для Казани. Мы ради болельщиков, как они нас поддерживали в Москве. Было слышно только их. Спасибо им большое. По ходу сезона было много критики в адрес команды. Но парни терпели, преодолевая все новые и новые преграды к этому успеху. У каждого спортсмена свой характер. И главное, что у них цель была. Мы эту задачу решили. Курица клюет по одному зернышку. Не надо сразу торопиться. Долго шли к этому чемпионству. Слава Богу, дошли до него. Лугать не буду. Я возвращался для того, чтобы выиграть. И меня для этого сюда брали. И все хорошо случилось. Эмоций на самом деле очень много. Их тоже на самом деле нет. Я считаю, что мы проделали колоссальную работу. Начиная со сборов. Весь сезон шли к этому. Были на правильном пути. Тренера наши молодцы. Вся республика еще долго будет праздновать эту победу. Ведь хоккей в Татарстане – это больше, чем спорт. Вы знаете, как мы в республике любим хоккей. Значит, Агварс достойно. Достойно. СССР очень хорошая команда. Надо поблагодарить команду СССР за хорошую игру, за праздник. Но Агварс оказался сильнее. Значит, мы поздравляем всех татарстанцев с большой победой. А это уже раздевалка команды. Такая по-настоящему семейная атмосфера. Ну и куда же без традиционного шампанского из чаши кубка. Ради таких мгновений сражаются главные триумфаторы хоккейного сезона. Мы еще вернемся к триумфу Агварса и обязательно встретимся с нашими героями, когда эмоции чуть-чуть поулягутся. Но не только хоккеем жил татарстан всю эту неделю. Все подробности важнейших событий в экономике, в общественной и политической жизни за минувшие семь дней в нашей программе смотрите сегодня. Долги, разруха и подмоченная репутация. Как загадочный инвестор довел до краха промышленную площадку в Нурлате. И что думают по этому поводу районные власти? Ничем не обошло. Ну, повредение нам не понятно. Мы в данном случае заинтересованы и в раздельном сборе, и в том, чтобы на завод приходили именно те отходы, которые предполагаются к сжиганию. Как работает современный мусоросжигательный завод? Это нужно знать. Мы сначала должны подумать, куда мы приведем. Что мы покажем? Как мы туда дойдем? Некрополе как место туристического паломничества. Чему Казани здесь нужно поучиться у Москвы? В очень неспокойное время мы сейчас живем. Все зыбко, все нестабильно в экономике и в политике. Разве что на геополитическом фронте все стабильно, без просветлений. Более того, есть уже четкое ощущение, что наше противостояние с Западом всерьез и надолго. И, по-моему, лучше из этой ситуации и полезнее сделать всем нам следующий вывод. Санкции это навсегда. Хорошими мы для них никогда не будем. Поэтому идти на односторонние уступки просто глупо и не имеет смысла. А нужно делать то, что в этом случае делают все державы сильной и самодостаточной, коим Россия, безусловно, относится. Развивать собственную экономику, свои технологии, своих предпринимателей. Правда, скептики меня тут же одернут. Это сказать легко, а как реализовать на практике? И в чем-то они будут правы. Развивать тот же сектор малого бизнеса в России даже в передовом Татарстане получается с огромным трудом. Немного статистики. По данным Татарстан-Стата, сегодня в республике работает почти 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более 75 тысяч или 44% это малые предприятия. 441 или меньше, чем полпроцента средней компании. И большинство, более 93 тысяч или более 55% это индивидуальные предприниматели. Даже исходя из этой статистики, видно, что у нас практически отсутствует серьезная прослойка среднего бизнеса. И это плохой, тревожный сигнал. Упрощенно структура экономики Татарстана выглядит так. Есть мощный сектор крупных промышленных компаний, он в целом развивается успешно. Есть малый и микробизнес, который имеет кучу проблем и пока не претендует на серьезный вес в экономике. Есть тонкий-тонкий слой средних компаний. Что тут не так? Да хотя бы то, что мы видим, малые предприниматели не растут. Они не переходят в разряд средних и далее по цепочке крупных компаний. Они, как это принято говорить, варятся в собственном соку. Площадками для такого роста могли бы стать те самые технопарки и муниципальные промпарки. И республика делает огромные усилия в этом направлении. Вкладывает внушительные средства в развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Увы, пока эффект не тот, на который рассчитывают власти. Особенно много вопросов к муниципальным промышленным площадкам. Мы уже приводили эту статистику в прошлых наших программах, но сделаем это еще раз. В 10 районах у нас вообще нет промышленных площадок. Это Атнинский, Алькеевский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Кайбицкий, Муслюмовский, Тукаевский, Черемшанский районы. Но к этому списку можно смело прибавлять еще 6 районов. Аксубаевский, Камско-Устинский, Новошешминский, Нурладский, Пестричинский и Рыбно-Слободский районы. Где формально площадка есть, но реально она практически не работает. Есть 1-2 резидента и все. А может быть и того хуже, как например в Нурладском районе, когда инвестор в район пришел и оставил после себя одни проблемы и долги. Эльзира Юзаева изучила вопрос, а заодно заехала в Тюличинский район, где промышленная площадка развивается хорошими темпами. Смотрим репортаж. Когда-то село Тюрнясево гремело на весь Союз, ведь именно здесь находился спиртзавод, который славился своими крепкими напитками. Больше половины населения Тюрнясево работало на этом предприятии и потому, казалось бы, все были сыты и довольны. Но в 2013 году завод закрыли, люди оказались на улице, но надежда все-таки оставалась. Ведь готовые площади, готовые помещения завода должны были отдать под промышленный парк Тюрнясево. Именно он должен был стать кормильцем Нурладского района. То ли сон, то ли явь, то ли наваждение. Жители Тюрнясево так и не поняли, что же произошло на самом деле. Единственный инвестор в новом промышленном парке, об открытии которого спомпы раструбили по всему Татарстану, проработал ровно полгода. И исчез поле зрения в один миг, так же стремительно, как и появился. У нас появилась надежда, появилась надежда на будущее. Сегодняшний день, пусть будет он для нас всех, днем рождения, так скажем, новых производств селения Тюрнясево. Показали, что они вот открыли тут, туда-сюда, сказали, что им надо будет выпускать квас туда-сюда, вот это все это. Здесь приедет, они посмеялись на всю страну, это кошмар. В телевизии вроде бы так все раз нарисовали, потом все бросили, и все, и ничего. Ничего нет. И опять люди бить всего остальных. Ну, нет никакой надежды на... Никакой нет. Никакого просвета, да? Нет. Хотя нет. Резидента нет, говорят, уехал обратно в Ташкент. Все оборудование вывез еще до отъезда, так что и спросить-то неского. Равиль Кузюров в феврале этого года стал министром лесного хозяйства. В Тюрнясево остались лишь обескураженные жители, да и миллионные долги. Все девочки добросовестно относятся и к учебе, и к работе. Так все нас устраивает. Татьяна Лизунова полгода тому назад давала такое интервью. На новом швейном производстве она занимала должность то ли технолога, то ли бухгалтера, обучила местных жителей, да иной раз подкидывала кое-какие деньжата. По-другому-то и не скажешь. На 17 человек мне вначале выдали 17 тысяч, я по 1000 рублей всем выделила. Потом в конце марта мы уже сами перед праздниками, я выпросила все-таки зарплату, у всех уже началось как бы недоверие к ним. И они нам единственное еще выплатили, дали мне 5000, и я эти 5000 должна была разделить на 17 человек, которые ходили в цех. По словам Татьяны, резидент промышленного парка не с одним из 37 рабочих, в том числе и с ней, трудовой договор так и не подписал. Получается, что работали на нелегальном положении на предприятии, в котором так часто бывали большие гости из Казани. Теперь работы нет, стаж прерван, на биржу не ставят. Татьяна обивает пороги кабинетов местных чиновников, тех, что обещали ей достойную зарплату и спокойную счастливую жизнь на селе. Доказательств у меня нет никаких, потому что у меня даже вот, ну, как бы, вот этот вот договор, что я с ними заключала, уже и обозленные все, и уже ни на что не надеются, потому что защиты-то нету. По словам Татьяны Лизуновой, за все время работы, с горем пополам, им удалось шить 70 халатов. У резидента были серьезные проблемы с сырьем, ткань приходилось ждать неделями. Но на бумаге все было гладко. Согласно отчетам, которые были предоставлены районам в Министерство экономики, в 2017 году резиденты промышленной площадки отгрузили продукцию более чем на 12 миллионов рублей. Каждый халат выходит на 170 тысяч рублей, то есть по цене поддержанного автомобиля. Дело-то золотыми нитями шито. Более того, резидент, как написано в отчетах, якобы исправно платил налоги. 820 тысяч рублей якобы поступили в бюджеты различных уровней. Но в руководство района впервые слышит о таких цифрах. Учредитель компании-резидента промышленного парка Нуртрейд Хусан Акзамов пользовался особым расположением у бывшего руководства района. Был специально приглашен из Узбекистана. По информации наших источников, в 2017 году в Нурладском районе создается управляющая компания Аргус, учредителем которой и становится Хусан Акзамов. В муниципальной площади промпарка свыше 6 гектаров территория и здания бывшего спиртзавода были переданы управляющей компании в аренду сроком на 49 лет. Причем первые три года, согласно условиям договора, арендная плата не взымается. Хусан Акзамов в итоге становится и единственным учредителем компании-резидента. То есть и резидента, и управляющую компанию представляет одно лицо – гражданин Узбекистана Хусан Акзамов. Спустя полгода работы у предприятия образовались долги за электроэнергию. По словам нового руководства района, договор с электроснабжающей организацией был заключен не напрямую с резидентом промпарка или же с управляющей компанией, а через муниципальное предприятие ЖКХ благоустройства. У нас единственная проблема, там накопивши задолженность за электроэнергию надо решить. Миллион рублей, да? Сейчас вот сверху делаем. А чем он обосновал то, что вот он так уехал, никому ничего не сказал, производство закрыл, оборудование вывез? Он ничем не обосновал, но повредение нам непонятно было. В этом деле слишком много непонятного, но возможно прольет свет сам Хусан Акзамов. По последним данным, он на этой неделе приехал в Казань с намерением продолжить сотрудничество. Новое руководство района готово все простить и понять. Он подъехал, дал согласие продолжить работу. Хусан Акзамовы в Нурладском районе готовы принять со свойственным нам гостеприимством, закрыв глаза на нарушение резидентам трудового законодательства как минимум, в то время как местным предпринимателям такие поблажки и не снились. Вот он, лицо их видели или нет, они ни пожарник, ни прокуратуры, никого, людей не было здесь, понимаете? Дистанционно составляет акт. То есть не приходило контролирующие органы? Нет. Не приходило. А здесь написано у вас, что... Вот, мусульманский магазин, да, в котором хранятся горючие материалы. У вас есть горючие материалы? Нет. В 2016 году гражданин России и житель города Нурлад Роман Чехмахчев решил открыть мясное производство. Но вместо того, чтобы заниматься делом, ему пришлось отбиваться в судах от санкций назойливых контролеров, которые забросали предприятия уведомлениями о многочисленных нарушениях. Я не мог оставить, скажем, производство здесь сдать, когда уже надо было отстаивать вот эти интересы, скажем, предприятия в судах, прокуратуре, надзорных организациях. Вот в связи с этим, да, в связи с этим я его вынужден был остановить. Хотя там оформили 6 миллионов кредитов. Новое производство простаивает, суды продолжаются. Бизнес Чехмахчеву был подвержен непредвиденным риском, от которых, как говорят предприниматели, никто не застрахован. Самый главный риск – не реализовать продукцию, которую ты выпускаешь. Поэтому над этим надо постоянно работать. Цветочный бизнес очень сложный. Сначала нужно вырастить, потом у меня есть только буквально неделя-две на то, чтобы это продать. Одной из главных задач промышленных площадок в Татарстане – это как раз и была помощь малому и среднему бизнесу. Но такому, который не только берет, но и что-то отдает взамен. За 2017 год, если брать, мы где-то 115 миллионов налогов заплатили в бюджет всех уровней. В том числе и НДФЛ, который идет в район порядка где-то, наверное, 8 миллионов. На промышленной площадке в Тюличинском районе уже работают 12 резидентов. Еще 4 инвестора на подходе. Такой вот положительный пример государственно-частного партнерства. Если здесь строится, расширяется промышленный парк, то вот на той стороне дороги строится жилье и плюс арендное жилье. Это очень важный аспект, делает наш промышленный парк конкурентным, привлекательным. Задача проанализировать как успех, так и неудачи. Наверное, есть ошибки, наверное, есть хорошие практики. И мы должны взять лучшее и их реализовать на других площадках. Ильзира Юзаева и Роман Безменов 7 дней. Пока дела наши не блестящие, если говорить о ситуации в целом. Да, есть отдельные результаты, неплохой опыт в отдельных районах. Но чтобы добиться прогресса и результата, который обозначил президент Путин в последнем послании Федеральному собранию, а это, напомню, 40% доли малого бизнеса ВВП к 2024 году, нужно, чтобы вся страна стала территорией развития предпринимательства. Наши пока слабые показатели здесь, это еще и резерв для роста. Потенциал, который нужно реализовать. Он есть абсолютно во всех сферах. Например, что касается так называемой венчурной индустрии. В России мы здесь, что называется, в начале пути. На этой неделе в Казани прошла очередная венчурная ярмарка. Правда, сегодня это мероприятие называется куда более солидно. Российский венчурный форум. И, надо признать, название в полной мере отражает содержание. В Казань приехали участники и спикеры из многих российских регионов и зарубежных стран. Представители ведущих венчурных фондов, крупные инвесторы, предприниматели, бизнес-ангелы из России, США, Китая, Сингапура и других стран. О перспективах венчурного, то есть рискованного бизнеса в России в продолжении программы. Мы искренне рады вас приветствовать в республике Татарстан, в нашей столице. Российский венчурный форум в Казани и казанская венчурная ярмарка – это две, как говорят в Одессе, большие разницы. И дело даже не в количестве участников, дело в качестве. Рядовая, пусть и интересная ярмарка местного масштаба превратилась в солидный международный форум. Полезную площадку для общения, обмена контактами – раз. И отличную возможность презентовать свои разработки. Прорывные идеи – это два. И что важно, разработки представлены не в виде абстрактных изобретений, а вполне себе готовых к применению инновационных продуктов. Александр Киянец из Санкт-Петербурга заявляет, что нашел прекрасную альтернативу шумным и дорогим эксплуатации топливным генераторам. Домашний накопитель электроэнергии нового поколения, с которым его компания уже готова выйти на рынок Татарстана. Базовая комплектация – 199 тысяч рублей. Это вполне соизмеримо с любым топливным генератором с измеримой мощностью 10 киловатт. Чтобы люди понимали, где настоящий продукт и не настоящий. Казанский IT-разработчик Марат Дусаев продвигает проект «Электронное стадо» – сервис, который отслеживает численность, здоровье и качество ухода за коровами. Марат предлагает пойти дальше и включить в этот процесс магазины. Его новая разработка позволит покупателю самостоятельно узнать, из коровы какого хозяйства надоели молоко, а также другие характеристики товара. Также у нас есть идея по расширению, чтобы ставить терминалы, как вот пятерочки же подходят и считывают, там говорит, 23 рубля, да? Ну, также вы подошлись, читали, вам вышла эта история. Еще одна разработка в сфере информационных технологий – на этот раз от челнинских айтишников. Мобильное приложение, которое поможет грамотно спланировать рабочий график. Разработка может быть интересна занятым и деловым людям, которым программа сама выберет из сотни встреч и контактов, действительно нужные и полезные. И не будет тратить время на поиск, а будет тратить время именно на общение, на налаживание контактов и, возможно, решение своих бизнес-вопросов. Даже сегодняшнее мероприятие, да, кто здесь участвует, как здесь организовать встречу, ведь каждую вот такую конференцию, форум надо использовать с максимальной пользой. И есть программы, которые позволят, во-первых, узнать, во-вторых, организовать контакты с кем ты хочешь. Сейчас они уже понимают, что такое рынок, потому что я себе приезжала, я не знаю, 10 лет назад, приходили и говорили, у меня вот есть изобретение, великолепно, дайте денег. А про что изобретение? Это не могу сказать, потому что это секрет. Так вот сейчас, когда я слышу презентации компаний местных, которые мы услышали уже на национальном уровне, то есть начинается с того, что вот есть вот такой рынок, а мы вот берем вот часть вот этого рынка, и вот поэтому нам нужно, то есть великолепно в этом плане. Во-первых, лучше упакованные, во-вторых, они уже прошли определенные стартапские болезни, у них уже есть, ну помимо команды, первые договора, которые они через себя пропустили, и сейчас процесс происходит уже масштабирование, то есть им надо вырасти. Но надо понимать, на фоне развитых стран наши достижения в сфере венчурных инвестиций практически незаметны. Для сравнения, вот динамика развития российского венчурного рынка за 10 лет, с 2007 по 2017 год, по количеству сделок и объему инвестиций. Хорошая динамика. А это уже наше положение по сравнению с лидерами отрасли по итогам прошлого года. Наш показатель по инвестициям – доли процентов по сравнению с миром и ведущими странами. Проблема в том, говорят эксперты, что в России по сути нет спроса на инновации. Еще более-менее интересны инвесторам проекты в IT-сфере. Это еще они могут понять, вкладываться в фармацевтику, медицину, прорывные идеи в авиастроении, машиностроении. Российские бизнес-ангелы не готовы и не хотят. Нет реальной заинтересованности в инновациях. Нет реальной заинтересованности в снижении издержек за счет инноваций. Нет мотивации. Понимаете, ну, может быть, еще связаны с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России. Технологические проекты достаточно долгие. Поэтому, когда у человека есть куда положить миллион долларов, и он может положить предприятие, которое ему заработает через три месяца возврат, или он надаст предпринимателю, с которым еще возиться нужно, и пять лет пройдет, еще и деньги потеряет. То есть, с моей точки зрения, это в этом. Это только в теории, в мечтах, истории реализации венчурных проектов, это такие секс-стории, красивые истории успеха. Когда изобретатель и инвестор находят друг друга, инвестор дает ему кучу денег, и через какое-то непродолжительное время проект начинает генерировать сумасшедшую прибыль. В реальности все гораздо труднее, сложнее и мучительнее. Вот на реализацию этого проекта, промышленного беспилотника компании «Авиарешение», ушли миллионы, сотни миллионов рублей, неограниченное количество нервов, сил и времени. По нашим оценкам, в следующем году мы уже выйдем на точку безубыточности. Если быть точным, 150 миллионов рублей инвесторы уже вложили в эту разработку. Позади три года испытаний, доводок, экспериментов. Если бы это был любой другой бизнес, он давно бы закрылся, но этот проект живет и более того развивается. Пару лет назад в команду Дмитрия входило несколько единомышленников, сегодня это команда профессионалов численностью 35 человек. Дополнительные возможности появились после получения гранта национальной технологической инициативы в сумме 240 миллионов рублей. Получить его было непросто, признается Дмитрий. Зато теперь перспективы вырисовываются хорошие. Разработкой всерьез заинтересовались нефтяники, особенно работающие в условиях Крайнего Севера. Для них такой беспилотник просто незаменимая вещь для доставки грузов. Мы до этого думали, что основной спрос у нас будет в сельском хозяйстве, и мы в первую очередь затачивали аппарат под эту. Но в процессе общения с рынком поняли, что для сельского хозяйства мы, конечно, очень хороши, но именно в логистике на Крайнем Севере там без нашего аппарата уже совсем очень тяжело происходит. Приходится терять большие прибыли. В Россию, конечно, не очень любят вкладываться не в IT-проекты, потому что это довольно-таки долгая история и рискованно вкладываться в этом плане, и многие воздерживают от этого риска. Надо понимать, что на построение стройной системы поддержки инновационных проектов уйдут годы и даже десятилетия. Государственные фонды есть и сейчас, но, во-первых, объемы их ограничены, а, во-вторых, сосредоточены они почти все в Москве. Россия огромная страна, у вас большие расстояния, колоссальные ресурсы, богатая культура. Россия идеальная площадка для реализации многих проектов, но особенность вашей страны, что все бизнес-процессы у вас сосредоточены в Москве. Татарстан вполне бы мог стать еще одной прорывной площадкой в сфере инноваций и венчурных инвестиций, что по факту уже происходит. Остается сохранить, а лучше утроить набранные темпы развития, считает Рустам Миниханов, для чего нужно активнее задействовать возможности в том числе высшей школы. Каждый преподаватель, каждый профессор, он должен заниматься исследованиями, наукой, а не лекции считать. Вот если вы это сумеете переломить, значит наши университеты будут такими центрами формирования новаций. Тимур Бекморзин, Андрей Мохов и Данила Филатов. 7 дней. Теперь вновь к теме строительства мусоросжигательного завода под Казанью. Каждая неделя традиционно уже богата событиями и новостями. Сегодня волна протестов докатилась и до авиастроительного района Казани. В парке Крылья Советов прошел очередной митинг. И лозунги те же. Нет заводу, да раздельному сбору и переработке отходов. На прошлой неделе мы в нашей программе уже говорили на эту тему. Мы говорили, что Казань сегодня не выбирает одну из двух беговых дорожек. Куда бежать? Либо сжигать мусор, либо его перерабатывать. Если бы мы даже в кратчайшие сроки побили все мировые рекорды в переработке и отходов, нам все равно пришлось бы крепко подумать, а что делать с остальными отходами, которых будет не менее пары-тройки сотен тысяч тонн ежегодно. Их нужно либо хоронить, либо как-то иначе использовать. Сжигание и есть этот альтернативный способ обращения с отходами. Да, у нас очень много вопросов к тем, кто будет воплощать в жизнь этот проект. Есть масса деталей, в которых можно и нужно сомневаться. Мы все учились понемногу, но приходит время и снова чему-то нужно учиться. И поэтому мне совсем не близка позиция активистов движения против завода, озвученная на этой неделе. Позиция эта заключается в следующем. Закрыться и в принципе игнорировать любой европейский опыт в мусоросжигании. То есть никто из протестующих не поедет в Европу. Тем более за чужой счет. Такую поездку, как известно, предлагали и инвесторы, и мэр Казани. Об этом объявлено официально. Я сказал, что мне не близка эта позиция, но она мне, впрочем, совершенно понятна. Бесполезно пытаться разубедить человека в том, в чем он никогда не был убежден. Вся эта система символов и представлений основана не на каких-то фундаментальных знаниях и опыте. Она основана на неком ореоле таинственности и страхов, которые кажутся людям единственно реальными. Между тем, каждый из нас должен принимать решения, не исходя из игры собственного воображения, а все-таки опираясь на факты. Невежество не есть аргумент, как говорил Спиноза. И пусть пока у нас мало этих фактов, но кое-что все же известно. Есть неоспоримые научные доводы, есть бесценный международный опыт, есть и вопросы, конечно. Есть и опасения, и очень серьезные. Что же мы собираемся строить у себя под боком? Что нам уже сегодня обещают исполнители этого проекта? Какие вопросы у нас к ним остаются? Вкратце мы расскажем сегодня о том, что мы имеем на данный момент. Это некий стартовый набор сведений, который поможет нам в дальнейшем. О том, что же такое современный мусоросжигательный завод. Михаил Любимов. Ты должен ехать со мной. Куда? Назад в будущее. Минуточку, что ты там ищешь, док? Топливо! Мистер Фьюжн работает на бытовых отходах. Бытовые отходы из урны под боком в качестве топлива для реактивного двигателя. В 85-м это было фантастикой для создателей легендарной кинотрилогии «Назад в будущее». Для нас, уже давно переживших рубеж, обозначенный в фильме как некое будущее, а мы пережили его еще в 2015 году, для нас это лишь почти из области допущений и детской фантастики. Завод по переработке токсичных отходов. Все-таки человечество научилось извлекать энергию из мусора давным-давно. Первый мусоросжигательный завод в мире уже был построен в Великобритании за 10 лет до приключений наших киногероев уже в 1885 году. Индейцы! Невозможным тогда представлялся тот факт, что теплоэлектростанции, работающие на топливе из бытовых отходов, могут быть безопасными для здоровья людей. Вот именно так. Теплоэлектростанции. Мы с вами привыкли называть наш гипотетический завод мусоросжигательным заводом. Оно, конечно, правильное. Главная его функция все-таки в сжигании мусора. Но в Европе, в мире их называют все-таки чуть-чуть иначе. Заводы по термическому обезвреживанию отходов. И есть еще одна функция. Ведь самое главное в этом словосочетании – это слово «завод». Завод – значит, он что-то производит. И он производит. А производит мусоросжигательный завод абсолютно то же самое, что производит и вот здесь. Здесь – это на Казанской ТЭЦ-2. Здесь производят тепло и электричество, как и на мусоросжигательном заводе. Между теплоэлектростанцией, работающей на мусоре, и станцией, использующей в качестве топлива природный газ, различий, по сути, немного. Изнутри мусоросжигательный завод вот так в точности и выглядит. Вся разница, собственно, в топливе. На ТЭЦ нет системы очистки дымовых газов. Незачем. Нам говорят, что за сутки предприятие выпускает в атмосферу то же количество вредных веществ, что производит три легковых автомобиля в поездках по городу за те же 24 часа. Мы слышали то же самое, только в Москве на мусоросжигательном заводе. Значит, по степени, ну вот этой самой бесовской составляющей выбросов, вы тоже, можно проводить некие параллели. Ну, наверное. Дело в том, что можно в современных условиях достичь любой системы очистки, любой степени очистки. Итак, принцип тот же. Вот мусоросжигательный завод. У нас есть топливо, мы можем подогреть воду и получить тепло. Можем использовать энергию образующегося пара для вращения турбины, которая вырабатывает уже электричество. Для Казани заявлена мощность в 55 мегаватт. Это в несколько раз меньше, чем у любой из казанских ТЭЦ, но этого вполне достаточно для обслуживания, скажем, десятков тысяч домохозяйств. А вот теперь к отличиям. Система очистки дымовых газов – это треть всей стоимости завода. Что здесь происходит? Атмосферное сжигание. Это когда из топлива у нас лишь мусор и кислород. Воздух. Температура в котле – 1200-1260 градусов. Она смертельна, как минимум, для любого из пары сотен химических соединений диоксинов, которыми нас так пугают. Диоксины начинают распадаться при температуре выше 750 градусов. Так, тысячи градусов, 1200, они полностью разрушаются. Сейчас на огородах все используют поливинилхлоридный шланг. Очень тонкий, такой гибкий, очень хороший шланг, в том числе я. Я думаю так, вот завод выделит диоксинов за год столько, сколько дачник сожжет два мотка поливинилхлоридного шланга. Вот приблизительно так. Понимаете? Опасность реинкарнации диоксинов все же существует при охлаждении газов на выходе из котла. Но и система очистки доведена до совершенства. Карбамид, то есть мочевина, гашеная известь, активированный уголь – эти реагенты абсорбируют и остаточные диоксины, и фураны, и ртуть, и тяжелые металлы. Далее тканевые или рукавные фильтры – это огромные пылесборники. Вся пыль останется здесь и не вылетит в трубу. И важное дополнение – все это так называемая сухая очистка. У мусоросжигательного завода нет сточных вод. Нас уверяют, что грунтовым водам ничего не грозит. Тест, работающий на мусоре, будет выделять вредных выбросов меньше, чем тест, работающий на газе. Все это известные технологии. Они и у нас есть. Вот это от очистка, от азота, то есть это от окислов азота, от окислов серы. Все это работает. Тут никаких претензий с химической точки зрения, с инженерной точки зрения быть не может. Именно поэтому, как это нам не удивительно, мусоросжигательные заводы или мусоросжигательные теплоэлектростанции так часто располагаются в черте города или в непосредственной близости от жилых домов. Они очень похожи по содержанию, но сильно разнятся по форме. Двух одинаковых нет. Мусоросжигательные заводы совсем не похожи на те картинки, которыми нас пугает в интернете. Слева химкомбинат в Пензе и угольная электростанция в Китае. Справа мусоросжигательные заводы в Польше и Великобритании. Конечно, не убеждает и это. Ведь мы боимся, что мы все сломаем, до цели не донесем и вообще все эти технологии не для нас. Но нам обещают именно систему. Защиту, так сказать, от дурака. На заводе, конечно, будут датчики. Заявляется даже, что не только профильные ведомства, что мы с вами при помощи приложений на наших смартфонах будем в режиме реального времени наблюдать за соблюдением всех параметров на выходе из заводской трубы. Эти датчики будут независимы от тех людей, которые эксплуатируют. Все данные будут фиксироваться не только на заводе, не только где-то еще, а и в Росприроднадзоре. Они будут обязательны. Это гарантия того, что не прорвутся никакие газы при помощи нашей расхлябности, раздолбанности и так далее. Да, у завода тоже есть отходы. Это шлак и это зола. Первое и главное, никакого полигона, никаких свалок на территории и вокруг завода не будет. Шлак, который не токсичнее битума, вполне применим в дорожном строительстве. Зола тоже. Существуют технологии и к 22-му году мы должны будем понимать, что нам со всем этим делать. Но нас, конечно, интересует не столько то, что на выходе, сколько то, что на входе. На заводе не будет сортировочной линии. Мы должны будем построить ее сами, опять же, к 22-му году. На заводе будет радиационный, химический контроль, металлоискатели. Все, что сюда попадет, зависит от нас самих. Поэтому, естественно, и европейский опыт показывает о том, что извлечение мусора, в первую очередь, это ртутные лампы, это батарейки. Я думаю, что эта проблема, она уже решается и она решаема. И когда нам говорят 10-15 лет, это завышенный, конечно, период времени. Я думаю, что это 2-3 года, реально. А нужно еще с населением работать для того, чтобы количество отходов просто не образовывалось. Ну, то есть, это вот, например, мы идем в магазин, мы идем, не покупаем пакеты, мы берем с собой сумку. Казалось бы, простая вещь, да? Если я буду принимать неправильные отходы, мне придется менять этот фильтр очень и очень часто. Мне этого не нужно. Поэтому мы в данном случае заинтересованы и в раздельном сборе, и в том, чтобы на завод приходили именно те отходы, которые предполагаются к сжиганию. Энергия никуда не исчезает, как мы все знаем, из фундаментального закона природы. Вопрос лишь в том, как ее эффективно и безопасно использовать. Московская область, превращенная в огромный мусорный полигон, подсказывает нам выход. Мы не чемпионы мира по сортировке мусора, и мы не станем ими в ближайшие десятилетия. Цикличной экономики, где отходы проходят длинный путь от колыбели до колыбели, у нас нет. Мы пока в силах лишь сопроводить эти отходы от колыбели до могилы, или извлечь хоть какую-то пользу из того, что валяется у нас под ногами. Попутно спасая, конечно, из огня все, что еще можно спасти. По сути, возвращаясь к тому, что было у нас когда-то в советские времена. Так что назад в будущее. Михаил Любимов, Камит Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Мы проножим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Мы сначала должны подумать, куда мы приведем. Что мы покажем? Как мы туда дойдем? Некрополе как место туристического паломничества. Чему Казани здесь нужно поучиться у Москвы? В понедельник президент Татарстана находился с рабочей поездкой в Индии. В городе Вишакхапатном Рустам Мениханов посетил фармацевтический кластер PharmaCity и ознакомился с опытом работы индустриального парка. Также президент Татарстана принял участие в бизнес-форуме и провел встречу с представителями правительства индийского штата Антхра Протеш. В пятницу в Казани состоялось заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств участников СНГ. До начала заседания премьер-министр Татарстан Алексей Песошин, первый заместитель министра обороны страны Валерий Генрадимов и начальники штабов вооруженных сил стран СНГ возложили венок и цветы к вечному огню у Мемориала памяти героев Великой Отечественной войны, а также осмотрели выставку военной техники и вооружения татарстанских предприятий оборонно-промышленного комплекса в Казанском высшем танковом командном училище. Победителей суперфинала фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Елдезлык» в пятницу поздравил президент Татарстана Рустам Мениханов. Столетие комсомола – одна из основных тем фестиваля этого года. Обладателями гран-при стали певица из Шамардана Зелья Вафина и детская хореографическая студия «Лик» из Набережных Челнов. Продолжаем программу «Семь дней». На этой неделе в среду, 18 апреля, весь мир отметил Международный день памятников и исторических мест. Это не просто очередная дата в календаре, это напоминание всем нам о том, что культурное наследие, наши исторические памятники и места мы обязаны беречь и окружать заботой. В Казани, в Татарстане в этом плане есть чем гордиться во всех смыслах. У нас есть богатейшее культурное и историческое наследие, есть примеры бережного и внимательного к нему отношения. Достаточно назвать наши святыни и туристические центры одновременно. Древний Болгар и остров Градсвияжск. В Казани, в Елабуге много делается хорошего в этом направлении. Но сегодня мы бы хотели обратить ваше внимание на другой аспект этой многогранной и большой задачи. Информация для гурманов-туристов. Хотите необычных ощущений с экскурсом в историю? На рынке Казани такое уникальное предложение есть. Это экскурсия по некрополю, другими словами, по арскому кладбищу. Инициатор-энтузиаст, историк и писатель Анатолий Елдашев. Непривычная для жителей Татарстана экскурсия проходит пока в формате раз в две недели. Все необычное всегда притягивает. На мой взгляд, туристический потенциал некрополи и столицы Татарстана огромен. Но пока он в зачаточном состоянии. Ведь нужно провести еще много работы. Создать необходимую туристическую инфраструктуру для погостов. Как должен выглядеть Казанский музей-некрополь? Какие проблемы должны быть решены? Наш корреспондент Сергей Темляков изучил вопрос. Встретился с экспертами и побывал в излюбленном месте туристического паломничества на Новодевичьем кладбище в Москве. Оно было основано двумя указами Екатерины Второй. Анатолий Елдашев – автор популярных книг о казанских некрополях. Лучше его и исследователя. Вряд ли кто-то знает о арской кладбище. Историк Кривет уже не один год ведет здесь экскурсии. Говорит, в Казани возрос интерес именно к туристической некрополистике. Здесь Казанская была на жести, Казанская икона Божьей Матери, но она не сохранилась. Далее, начало 90-х годов, видите, святотатство, ударили. Анатолий Михайлович показывает нам единственный сохранившийся памятник герою Первой мировой войны. И замечает, экскурсию он проводит раз в две недели. Прогулка пользуется большим спросом как среди горожан, так и гостей столицы. Именно Анатолий Елдашев первым и забил тревогу. В письме обратился к президенту нашей республики, он достаточно оперативно среагировал. Запрос был в таком плане, что все-таки, к сожалению, память мы теряем, что мораль и нравственность общества определяется отношением к детям, старикам и к некрополям. Так и появился проект «Казанские некрополи». Рабочую группу на Арском кладбище возглавила Любовь Агеева, редактор просветительской газеты «Казанские истории». За полтора года краеведы, что называется, ногами прошли весь погост и обследовали могилы. На данный момент выявлено порядка 600 захоронений, представляющих историческую ценность. А значит, интерес для туристов. Если мы думаем об экскурсиях, о таких массовых, то мы сначала должны подумать, куда мы приведем. Что мы покажем, как мы туда дойдем. И есть еще одна проблема, которая при этом тоже должна решаться. Это должно быть информационное обеспечение. Это еще более-менее приличное, да, потому что по всему кладбищу, да, множество таких пик. Есть захоронения, которые в глубине, вот, и чтобы к ним пойти, нужно преодолевать вот эти бесконечные лабиринты. Вторую рабочую группу на Ново-Татарском кладбище возглавил Айдар Нагманов. Он заведует отделом культурного наследия в Институте истории Академии наук. Аграды-преграды сегодня главная особенность как здесь, так и на Арском кладбище. А еще навигация. К примеру, найти могилу известного богослова Шагабудина Маджани без сопровождения, ой, как непросто. Любовь Агеева и Айдар Нагманов в беседе с нами уточнили. Как завершится исследовательская работа, будут изданы справочники. На основании этих изданий, в конце концов, можно будет выстраивать именно туристические маршруты. В каком направлении двигаться дальше? Мы решили изучить передовой опыт. Вы думаете, я сейчас иду по одной из аллей парка Казани? Вы ошибаетесь. Мы находимся в Москве, на Новодевичьем кладбище. Здесь все не так, к чему мы привыкли. Во-первых, нет давящей атмосферы. Здесь своего рода музей под открытым небом. Новодевичье – самый известный некрополь Москвы. Входит в сотню самых красивых и уникальных захоронений мира, включен в список наследия ЮНЕСКО. Здесь особая аура, энергетика. Несомненно, сказывается то, что рядом находится монастырь. Идя по аллеям и читая имена на мемориалах, невольно ловишь себя на мысли. Я их всех знаю. Как вы видите, здесь, на Новодевичьем кладбище, нет оград. Могила Юрия Никулина крутой год утопает в цветах. За ней ухаживают друзья и родственники. Интересна и сама композиция. На первом плане – собака. Юрий Никулин привез первую собаку Риженшнауцера из США в Россию. Хочу отметить еще одну деталь. Если родственники умерли и некому ухаживать за могилами, могилы особо значимых, отличившихся людей, государство берет под свою охрану. Как нам сообщили на Новодевичьем кладбище, каждый месяц выделяются средства. Памятники, произведения искусства. На некоторых есть особая гравировка – QR-код. Считывая штрих-код смартфоном, можно получить полезную и интересную информацию. Каждый день на Новодевичье кладбище приходит не менее 500 туристов. В год – 400 тысяч человек. На Новодевичьем кладбище все условия для туристов. Вот, например, на входе – плакат, где захоронены знаменитости. Также каждый турист, кто решил пройтись самостоятельно по кладбищу, без гида, может при ходе взять вот такую брошюрку и найти захоронение без труда. На Новодевичье кладбище очень много желающих попасть. Это и китайцы, это и немцы, это и швейцы, ну и, конечно, в первую очередь русские. Но лучше всего по кладбищу ходить с гидом. Игорь Козлов руководит культурным центром 21 век. Самый креативный и известный в Москве экскурсовод рассказывает нам, что есть три формата экскурсий – индивидуальный, групповой и тематический. Самая короткая экскурсия длится около часа. Самая продолжительная – пять часов. Цена от 500 рублей. Существует такая легенда о том, что якобы, когда Гоголя перезахаранивали, открывали гроб, и якобы, что Гоголь пытался на поверхность как-то вылезти, что там царапины какие-то оставались, следы его борьбы. Почему он боялся всю жизнь умереть в литургическом сне? И, естественно, вот такая байка, такая легенда появилась. Да, на Новодевичьем встречаются ограды, но лишь в старой части кладбища. Кстати, у экскурсовода для любознательного туриста заготовлены подарки. Я всегда задаю вопрос на экскурсии, какими духами пользовалась Елена Сергеевна. Ответы есть в романе «Масим Горита». Я его сейчас не буду говорить, потому что мы когда проводим экскурсию, у нас еще есть разные такие бонусы. Или книга – подарок, или духи. А тот, кто самый такой правильный умный, даже – колье. Говорят, сюда очень часто и причем тайно приезжал Иосиф Сталин. Долго стоял и плакал у могилы. Могила Надежды Аллилоевой – одна из самых посещаемых на кладбище. Вот они, кстати, специально прорубленные ворота, через которые генералиссимус минует лишние взгляды и приходил на могилу жены. В рамках сюжета, увы, мы вам не сможем показать и малой доли того, что таит в себе история. Я недавно вел экскурсию по тропам с планом желания. Это какая-то барышня не выдержала меня и спустя потрощила, говорит, у меня вынос мозга. Взрыв. Все, хочется бежать в книжный, хочется покупать книги, хочется смотреть фильмы, хочется смотреть передачи. Вернемся в Казань. Нам еще многое предстоит сделать. Нужно ли убирать ограды, как в Москве? Этот вопрос требует детального обсуждения. Любовь Агеева ведет нас к памятнику ученому Карлу Фуксу. Группе туристов здесь явно не пройти. Ему притуал в этом не виноват. Больше просто негде складировать инвентарь. Нет места для постройки бытовки. Уже внесено предложение, чтобы, как и в Москве, при входе на Арское кладбище установить схемы. Расположение могилы известных людей. Но все упирается в деньги. Пока лишь принято решение вместо QR-кода на памятниках установить вот такие таблички. Надпись выгравировать лазером. Сделать это бесплатно согласилось руководство самого МУП Ритуал. Но самая большая и главная боль на данный момент – это состояние памятников. Ведь после переписи вскрылось немало болячек. Вот так, например, выглядят памятники федерального значения на центральной аллее. Многие трудности связаны с тем, что неизвестно, в законе не прописано, собственно, кто должен заниматься настолько серьезно, чтобы выделять деньги. Но работа по реставрации потихоньку идет. И это опять же благодаря адресной поддержке Рустама Миниханова. К нему обратилась община старообрядцев Старопоморского согласия. Отреставрирован скреп известного казанского купца Якова Шамова. А вот, чтобы завершить ремонт часовни, нужны еще средства. Президент уже выделил хорошие деньги для того, чтобы провести исследования на всех кладбищах. Вот если у нас есть один человек, который может в этом смысле помочь, походит по городу и увидит такую проблему, и потом она начнет на наших глазах решаться. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Москва. Казань. В завершении программы мы хотели бы вновь поговорить об искусстве. Вернее, о людях, которые творят искусство даже в условиях вечно спешащего телевидения. Телевидение, которое выдает ежедневные новости и телепрограммы, словно горячие пирожки. Эти люди снимают настоящие шедевры. Ведь они занимаются правильно. Документальным телевизионным кино. Счастливые люди. Подлинные истории, которые происходили в определенный период времени. История страны. История народов. История человека. Ровно 20 лет тому назад в Татарстане было создано творческое объединение «Панорама». За эти два десятка лет только одна эта студия, которая базировалась на республиканском телевидении, сняла свыше 500 фильмов. Это исторические, этнографические, культурологические картины. Фильмы о жизни, о творчестве знаменитых людей, наших соотечественников и современников. Каждый проект «Панорамы» был самым настоящим открытием. Фильмы творческого объединения стали призерами многочисленных международных фестивалей и конкурсов. Многие из них транслировались на федеральных и зарубежных каналах. Как «Панорама» вошла в мир кино и телевидения в нашем следующем сюжете. Древнейшая русская святыня – самая почитаемая и чудотворная икона русской православной церкви, икона Казанской Божьей Матери. Ее история и судьба поистине необычна. Этот образ во все времена преследовал людей, которые хотели открыть миру истину. В 1999 году кинематографисты двух стран России, которую представлял Татарстан и Германия, начинают совместный проект. Документальный фильм о судьбе русской иконы в Ватикане, которая прошла нелегкий путь и которая в конце фильма, по задумке авторов, должна была вернуться обратно на место своего обретения. Авторы картины ее странствия назовут долгим, а сам фильм даже спустя годы символом веры, надежды и любви. Правда, что вы встречались даже с Папой Римским? Да, мы ездили, снимали, конечно, и Папу Римского, и Анна Павла II. Мы поднимались на крышу Ватикана, когда он встречался с Пасовой. Нас подняли, завели внутрь Ватикана, подняли на крышу, мы снимали там. Режиссер картины Ренат Юзаев сегодня вспоминает, что тогда татарстанский кинематограф совершил нечто невероятное. Никто из Татарстана в документальном кино не выходил на мировую арену. Фильм «Долгое странствия Казанской» транслировали по федеральным и зарубежным каналам. Работа творческого коллектива «Панорамы», продюсера и соавтора картины Людмилы Сугановой, оператора Андрея Кузьмина получила признание на многочисленных международных конкурсах. Но не это было главным. После выхода фильма в свет «Казанская икона» вернулась домой. Сразу при входе в фойе, вот в этом стеклянном кубе, хранятся самые главные, самые важные, самые значимые призы телерадиокомпании. Так вот здесь три статуэтки, из них две получены как раз панорамой. Вот это «Лазурная звезда» в 2001 году за фильм «Долгое странствия Казанской». И главный приз международного телекинофорума за фильм о композиторе Софье Губайдулиной. К нам иностранцы приезжали из Германии. В общем, такая интересная была, сразу завязалась работа. И вот для 19-летней девочки, которая кроме школы ничего не видела, это было настолько интересно все. Вот этот вот проект, вот эти все пошли за гранкомандировки, мне нужно было там что-то организовывать, вот поездки эти помогать, организовывать. Это были славные времена, о панораме говорили далеко за пределами Татарстана. Именно панорама в конце 90-х годов начала создавать серию документальных фильмов об истории Казани и Татарстана. Это были документальные картины уже нового уровня, с элементами игрового кино. Огромное количество постановок, реконструкция событий. Авторам картины была важна каждая деталь. Мы с Андреем Владимировичем Кузьминым, нашим оператором, каждое утро одевались, как в болотные сапоги, в какие-то там грязные куртки и лазили по подземелям Казанского Кремля. Первый раз телевизионщиков я видел на своих раскопках в 97-м году. Людмила Суганова часто стала навещать нас. Археолог Фаяс Хузин сегодня вспоминает, что ему выпала честь быть не только научным экспертом картины о тысячелетней истории Казани, но и сыграть там эпизодическую роль. Вот он сидит у костра на первом плане. По его словам, эти фильмы были сняты во времена, когда народ нуждался в рассказах своей подлинной истории. И панорама проводила этот своеобразный культурный и исторический ликбез. После просмотра этих серий фильма всем стало ясно, во всем случае, суть наших исследований на территории Казанского Кремля. Поэтому я очень ценю панораму за любовь к истории. История очень важна. Она, во-первых, необычайно богатая. Мы там даже процента не знаем из всего, что из этого богатства. Скажем, как появилась Россия, Российская империя, да, там, понятно, что она строилась русскими совместно с татарами. Там не было противостояния. Но важно в истории вот показать то, что объединяет, а не разъединяет. Мы решили сделать фильм о, скажем так, персонажах народной демонологии. То есть о всевозможных домовых, овинных, банных. Сегодня уже известный писатель Денис Асокин в начале 2000-х годов именно в панораме начал создавать новый цикл документальных картин о народах, живущих рядом. Эти фильмы демонстрировали другую реальность. Неофициальную, неотшлифованную, очень чуткую и настоящую. Именно ту правду, которую зачастую пытаются скрыть и завуалировать. Именно панорама давала возможность каждому творческому человеку вот эту свободу. Свободу мысли и свободу идеи. Ну вот одно из соревнований было, там попросили, как говорится, Владимира Владимировича, там этот, залезть в миску с котыком и найти монетку как раз. Вот я вот так туда тоже. Все вернулись, естественно, десятки операторов, куча там, как говорится, охранников. Ну и вот я, как говорится так, пролез и как-то сдвинул одного человека, чувствую, он мне мешает. Я говорю, подвиньтесь, и я туда пролез. Он спокойно отошел. Только потом я понял, что это был Метель Шарипович. Оператору творческого объединения Андрею Кузьмину не раз удавалось снять самые лучшие кадры, которые позже войдут в историю. И, по его словам, оператор-документалист – это человек, которому нужно всегда держать руку на пульсе, а точнее на кнопке камеры. Вот, пожалуй, весь наш видео. Это ваше богатство, скажем. Да, это наше богатство. Все самое такое, с основания, с 98-го года здесь накапливается весь этот материал. Цикл «Соотечественники», цикл «Мы татары» – это фильмы о людях, фильмы для людей. Именно «Панорама» объездила весь мир в поисках судеб. Именно «Панорама» открыла для нас самые сокровенные минуты из жизни знаменитых людей. Сейчас я бы очень хотел видеть сидящего дома Сибырата Хакима, Хасана Туфана. И их нет. Поэтому творческий коллектив «Панорама» делает огромное дело для будущих поколений. Вот сейчас я с сожалением говорю о каких-то великих людях, чтобы будущие поколения о нас не могло говорить вот с таким сожалением. В последние годы съемочная группа снимает также документальный сериал о расследованиях громких дел в Татарстане под названием «Черное озеро». Свыше 500 картин за 20 лет. За эти 20 лет наша страна изменилась. Не изменилось только отношение людей к своей профессии, которые стоят по ту сторону экрана. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Это все на сегодня. С вами была программа «Семь дней» и я, Тимур Бекмурзин. Еще раз всех с победой нашего Казанского Акбарса в финале Кубка Гагарина. Всего вам доброго. До свидания. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшую неделю в студии Лейлы Латыпова. В ближайшие семь дней погода в республике будет нестабильной. Пройдут осадки разной интенсивности. На северо-востоке республики в начале недели выпадет снег. Дневные температуры плюс 5. К выходным температура повысится до плюс 12, но пройдут дожди. На юго-востоке Татарстана в основном будет пасмурно. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Средняя дневная температура около 8 градусов тепла. Пасмурный дождливый циклон в центральных районах республики. В понедельник и во вторник всего 3 градуса выше нуля. К выходным температура повысится плюс 12. На юго-западе Татарстана такая же ситуация. Если в понедельник всего плюс 3, то в воскресенье уже 13 градусов выше нуля. На северо-западе и в Казани пройдут дожди. Местами даже снег. В понедельник и во вторник до 4 градусов выше нуля. Потом температура повысится плюс 10, плюс 13. Весной погода нестабильна. Одевайтесь теплее. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова